В этот день в поселке Бзыпта с участием учащихся школ была проведена акция «Бессмертный полк». Помимо этого, у памятника, посвященный защитникам Отечества, состоялась церемония возложения цветов и митинг. В акции «Бессмертный полк» участвовали ученики бзыпских средних школ. Маршрут «Бессмертного полка» проходил от Бзыпского моста до памятника погибшим героям в годы Великой Отечественной войны. По окончании шествия к 73-летию победы прошел митинг. Память героев почтили минутой молчания. Затем участники митинга возложили цветы к памятнику героя Ясону Кукускерия, а также героям павших в Великой Отечественной войне. Поздравила всех с Великим праздником Днем Победы заместитель главы администрации поселка Бзыпта Алла Григолия. Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется пожелать всем мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Держа в руках фотографии, школьники рассказывали о подвигах и героизме своих дедов и прадедов. Хиндрук Мухонжа родом из села Аджандара Гудаутского района. Зимой в 1941 году Хиндрук Мухонжа заказал у местного жителя Улеска Николая абхазский нож. И с помощью этого ножа он добыл себе автомат и пистолет. Он начал совершать нападения на оккупантов и их прислужников. До половины 1942 года он действовал в одиночку. И когда его приняли в отряд имени Орлова, на его боевом счету был взорванный бункер с гарнизоном, 8 убитых полицаев, около 25 убитых фашистских захватчиков. При вступлении в отряд он сдал несколько автоматов и множество патронов. Он владел немецким языком и это позволило ему проникнуть в расположение вражеских гарнизон в форме оккупантов и добывать ценные сведения. Хиндрук Мухонжа участвовал во многих открытых боях в качестве пулеметчика и уничтожил не менее 800 фашистских оккупантов и их прислужников. Мой прадедушка является ветераном войны. Он прошел всю Отечественную войну с 1941 по 1945 года. Воевал в 95-м стрелковом полку 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта. Он награжден, он является героем Советского Союза и награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Это звание он получил 14 октября 1944 года. За боевые заслуги он заменил командира взвода и смог отразить три контратаки. В рукопашном бою он смог убить генерала противника и взобрать с помощью гранаты пять фашистов противника. Я хочу, чтобы в этот праздник все были рады, все помнили, какой ценой завоевано мирное небо над головой, чтобы никто не забывал, какой ценой их завоевано счастье и мир. Мой прадедушка, грицеп Владимир Дамеевич, был участником Великой Отечественной войны. Он служил в роте связи 807-го стрелкового самоборонского полка. Во время борьбы против немецких оккупантов был вознагражден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды и дошел до Берлина. На протяжении всего мероприятия звучали пожелания, любимые всеми песни о Великой Отечественной войне. Впервые акция «Бессмертный полк» в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около 2,5 тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до Площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии после нее от полученных ранений.